Катрин Денёв Катрин Денёв Константина Райкина Константина Райкина вполне возможно как зритель здесь А вот Алексей Герман привез со своей супругой Новый фильм о летчиках эпохи Второй мировой войны Великой Отечественной Главный фильм, который Обещает взорвать здесь абсолютно Все Это фильм Джокер Тодда Филлипса С Хуакином Фениксом Это история по комиксам Соответственно персонаж Джокера Предстанет для нас в очень Нестандартном виде Это такая история становления антигероя И по трейлеру видно Насколько это действительно Что-то новое и совершенно Неожиданное Мне кажется фильм имеет право Очаровать публику И очаровать прессу Хотя в общем все прочат ему Неоднозначную при этом реакцию у публики Далее это фильм с Брэдом Питтом К звездам по мотивам вроде бы Лунной миссии Аполлон-11 Где он разыскивает своего отца Томми Ли Джонса Находит вернее его Якобы пропавшего в первой космической миссии Но посмотрим Приживется ли здесь такое кино именно А вот абсолютно точно Я уверен в том Что новая картина Романа Палански Обречена на колоссальное внимание публики Потому что Романа Палански давно не было Не здесь в Венеции Не вообще в Европе В принципе в Италии Потому что она может выдать его Америке по запросу Значит о деле изнасилования там Какого-то 83-73 года Он будет по скайпу Вот примерно как я сейчас с вами Но его фильм рассказывает о предательстве И о судебном процессе 1894 года О шпионаже французского генерала В пользу Германской империи Еще один фильм Стивена Судерберга Который обещает здесь с шумом пройти Называется «Прачечная» В ролях снимаются Гэри Олдман Антонио Бандерас и Дэвид Швиммер А также Мэрил Стрип Это про утечку Дела Панамской юридической компании После которого все мы узнали Как шикарно и хорошо живут богачи в нашем мире На этой неделе праздник был и у отечественного Кинематографа День российского кино Традиционно отметили 27 августа Чем не повод пересмотреть любимые фильмы В ожидании вот этих новых каннских новинок Венецианских новинок Ты, кстати, знаешь, где снимали такие вот наши народные комедии Как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби»? Сразу так не скажу, можно погуглить Все уже погуглили за нас Как раз ко дню российского кино Яндекс опубликовал рейтинг самых популярных запросов Связанных с местами съемок советских фильмов Учитывался период запросов за год с прошлого августа Абсолютный лидер как раз картина Владимира Меньшова «Любовь и голуби» Правильный ответ Съемки проходили на Черном море в Батуми Имеется в виду, конечно, часть, посвященная курортному роману Главного героя в санатории органов движения Сцены деревенской жизни отсняли в Карелии Места со второго по четвертой в рейтинге заняли Комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», «Снова Черное море», «Адлер и Сочи», «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», «Южный берег Крыма» Сложно сочиненные съемки получились у картины Иван Васильевич меняет профессию Москву времен Ивана Грозного Воссоздали на киностудии Мосфильм На столичных улицах Новокузнецкой И Новой Арбаты, даже в Ростовском Кремле Кстати, любовь зрителей к советской классике Породила целое направление кинотуризма Особенно повезло Ярославской области В этом плане Там, кроме Ивана Васильевича, снимали еще с десяток фильмов В том числе трагикомедию Георгия Данелия «Афоль» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok